Дворец культуры Я надеюсь, что с учетом того, что мы попытаемся сохранить все наработанные традиции замечательного этого дворца, мы пойдем вперед. Мы откроем двери для новых экспериментов, для новых постановочных каких-то представлений. Мы попытаемся вернуть во дворец не только наших детей, но и молодежь. Мы разработаем целый ряд современных, интересных для молодежи программ. Это и какие-то фестивальные проекты, и игровые проекты, вплоть до того, что, может быть, это и чемпионат по игровому спорту. Сейчас это очень интересно. Мы наполним дворец, будем стараться наполнить дворец новыми людьми, новыми коллективами, сохраняя, опять же, все, что здесь наработано. Дворец культуры Родины по-настоящему должен стать базовым культурной организацией, которая должна работать, в принципе, на весь городской округ Химки. Вообще, Химкам очень повезло, потому что на его территории находятся ведущие центровые учебные заведения в области культуры. Это и Московский государственный институт культуры, и Губернский областной колледж культуры. И наша задача, задача Дворца культуры Родина, найти точки соприкосновения и взаимодействия непосредственно с образовательными учреждениями, для того, чтобы создавать новый продукт для наших жителей с учетом современных тенденций, современных направлений. Впереди у нас большая стройка, у нас большая реконструкция. Я надеюсь, что все то, что мы задумали, все осуществится. И наш дворец, который был построен почти 60 лет назад, обретет новую жизнь, новое дыхание, новый взгляд. Будет современное оборудование сцены, будет современное оборудование всего пространства. Дворец культуры Родина станет открытой площадкой для любых мероприятий, для любых проектов, для перформансов. То есть это будет современный, один из лучших, а может быть и лучшим дворцом на территории Московской области. Вот вы сказали насчет реконструкции. Вот можете о реконструкции поподробнее, как, по вашему мнению, изменится интерьер, экстерьер здания, вот как здание в целом? Я не буду скрывать, здание, конечно, находится в печальном состоянии на сегодняшний день. Ну что, греха таить. С 1958 года во дворце не было реконструкции. Трубы текут. Свет, к сожалению, проводка электрическая не выдерживает напряжения на сегодняшний момент современных световых приборов. Вот, но ничего, а с учетом реконструкции у нас появится и новый свет, и новый звук, и новая машинерия сцены. И обновятся помещения для занятий хореографии, для занятий других секций, кружков. То есть мы вдохнем совместными усилиями в это историческое здание свежий глоток современного воздуха. Учитывая ваш большой опыт в сфере преподавания, напомню, вы являетесь профессором в сфере театрального искусства, какие базовые элементы вы принесете именно в театр, вот учитывая ваш опыт? Для меня всегда была загадка в том, что, к сожалению, многие театральные студии замыкаются в собственном маленьком мерку и варятся в нем, не выходя, несмотря на то, что происходит снаружи. Мне бы хотелось, чтобы в стенах ДК уживалось несколько театральных студий, несколько театров. Репертуар должен быть разнообразный, потому что, чтобы зритель мог найти свой театр, свою постановку, свой спектакль, они должны быть разные и по форме, и по содержанию, на любой вкус это. Одна труппа, к сожалению, она не в состоянии охватить все это. Поэтому я за открытые двери, я за то, чтобы в стенах Дворца культуры было как можно больше театральных коллективов, чтобы жизнь бурлила. Потому что только когда в Дворце культуры жизнь бурлит, ищутся новые, ставятся новые спектакли, делаются новые программы, только тогда Дворец культуры живой. Когда сцена пуста, Дворец мертв. И основная моя задача, чтобы Дворец не только продолжал жить, но и обрел новые краски, новое дыхание, новых людей, новых друзей, и, конечно, чтобы максимально вернуть сюда зрителей. Ну, если так, ну, давайте с историческим. Мне приятно вспомнить, что в далеком 1985 году, когда я только поступил в институт, базой нашей практики был как раз Докородина. Я учился на кафедре режиссур театрализованных представлений, и два раза в неделю на практические занятия проходили в этих сценах. Мне это приятно вспомнить, потому что закольцованность такая вот. Я вернулся уже немножечко в другом статусе в эти замечательные сцены. Вот в ходе нашего разговора вы сказали, что ваши двери для всех открыты. Вот, образно говоря, нас сейчас смотрят телезрители из других городов, возможно. Вот что вы посоветуете творческим личностям, чтобы прийти сюда, пройти, образно говоря, какой-то кастинг, как он будет проходить, вот, как устроиться и попасть в ваш театр? Вот такой вопрос, можно сказать, от телезрителя. Опять же, повторюсь, я хоть работаю недавно, но мы уже здесь закрутили некоторые проекты. В частности, есть определенная договоренность с президентом международного фестиваля «Песенка года», с народной артисткой России Ангелиной Михайловной Вовк, о том, чтобы Химкинский округ, городской округ Химки, стал творческой площадкой одного из этапов в проведении этого международного детского песенного фестиваля. Вот, и мы надеемся, что, как бы, это все состоится, и мы приглашаем всех желающих, ну, мы повесим, конечно, всю информацию, принять участие, чтобы принимали не только химчане, но и со всего Подмосковья. И мы горды тем, что именно химки станут этапом нашей средней полосы. А все финалисты, которые пройдут отбор, поедут в лагерь «Орленок» у Всероссийской, он всемирно известный лагерь, вот, и там будет проходить финал. И победители уже будут, как бы, представлять не только свой регион, но и Россию в целом. Ходят слухи о том, что вы хотите привлечь сюда достаточно много звезд в сфере эстрадно-джазового пения, в сфере хореографии, театрализованных представлений. Вот можете раскрыть секрет? Да, есть такие идеи. Есть идея привлечь сюда замечательного, потрясающего режиссера, он же заведующий кафедрой актерского мастерства, Николай Лаврентьевич Скорик. Вот, он параллельно работает режиссером МХТ имени, Чехова. Вот, я надеюсь, то, что, я говорил, нас поддержат и Ангелина Михайловна Вовк во всех направлениях. Есть идеи также создать, вот, как бы, с ее помощью создать на базе ДК «Родина» школу ораторского мастерства, в которой могут заниматься все желающие, потому что, к сожалению, молодежь не очень правильно разговаривает. Я думаю, что это понравится многим. Вот. И я бы планировал сотрудничать и с факультетом социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры, с различными кафедрами губернского театра. Мы открыты для всех. О том, как изменятся традиции в области культуры, нам сегодня рассказал директор Дворца культуры «Родина» Валерий Королев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова